Северная Корея А мы потом удивляемся, почему Оля Скобеева все чаще и чаще апеллирует к Богу. Потому что, так как этот человек не дура, используем тут феминитив, она-то понимает, что то, что они сделали, накачали вот этого нацистского зверя, приводит к точно таким же последствиям, что и испытали на себе немцы до 1945 года. Тоже там был фюрер, они там кричали, зиг Путин, слава Путину, Путин лучше всех, ну и всякое такое, стерх он, лучше всех ныряет в историю, тысячелетнюю, естественно, ну и так далее. А закончилось все смертью. И вот Оля смотрит на это и понимает, что что-то тут с политикой этого маньяка, ну, какие-то есть изъяны. И зачем все это надо было? Ведь так было прикольно перед полномасштабным вторжением рассказывать о страшном НАТО, а самой, соответственно, с Кобеевым ездить на курорты в страны НАТО, зимние. Так это было прикольно. Казалось, что пара перехитрила всех, а теперь вот это вот перехитрило всех, начинает обвиваться вокруг горла. Как может нам угрожать Япония? Вы знаете, несколько было очень интересных сценариев, брошенных в свое время, когда в 2011 году Япония объявила Южно-Курильские острова оккупированными Россией. А вот представьте, если они туда высадят не армию, а толпы мирных японцев. Женщин, детей, стариков, как колонистов. Вот такая крупная провокация. И примут в этот момент решение о восстановлении суверенитета Японии над островами. Мы их будем убивать на глазах всего мира? Они это умеют. Вчера в Константиновке после ракетного удара погибло 17 человек, десятки раненых. А почему они это делают? Потому что пока могут. Это единственная причина. Кстати, в части Константиновки буквально накануне Владимир Маньяк Путин размышлял об еврестве Зеленского. Говорил что-то о нацизме. А на следующий день, чтобы доказать, что все-таки он, Гитлер, отдал приказ нанести ракетный удар по рынку. В рамках защиты русскоязычных. Так вот, то, что делают россияне, смотрят на это все. И да, если Япония пойдет на такой шаг, то не будет у российских нацистов возможности убивать гражданское население Японии. А наступит момент на забаром, то есть в скором времени, когда такая возможность будет отсутствовать у российских нацистов и в Украине. Цена войны колоссальная. Но мы найдем и военно-технические способы, чтобы не допускать таких уражень. Ну и вообще, что у нас там? За каждый удар по украинскому городу надо сжигать российскую военную часть. Для начала штаб Южного военного округа вместе с генералами. Уверен, что вы меня тут полностью поддерживаете. А вот японцы смотрят, как мы мягко реагируем на обстрел наших населенных пунктов. И думают, ага, то ли будут жестко реагировать, то ли начнут какие-то переговоры. Учитывая, что сама Япония прикрыта Американо-японским договором безопасности. Сам факт озвучивания публично вот этих вот вещей говорит о том, что влияние Рашки на планете сильно-сильно ограничено. Но уменьшилось, естественно, после военного вторжения, полномасштабного в Украину. Когда все увидели, что эта страна надута. Надута понтами, ну если мы говорим о предводителе, начальнике Маргариты Симоньян, в смысле деде в бункере, ботоксе. Ну, надута, ботоксам. Оно противоречит саму себе. Ну, я хочу немножко расширить поле нашего исследования и рассказать о тех, ну, действительно очень важных событиях, которые сегодня происходят в Азии. Между прочим, прошел саммит Асиан. Виктор Юрьевич, прости, я вас сразу вот здесь. Мое подозрение. Да. Но судя по движению военной техники в пограничных районах Китая в направлении Тайваня, у меня такое ощущение, что что-то готовится. Да, ситуация там становится все более и более напряженной, это совершенно очевидно. Вот, и то, что Си Цзиньпин не едет на G20, это тоже такой очень серьезный знак. Вот, правда, американцы сказали, что и нормально, это только улучшит наши возможности вести пропаганду среди бразильцев, индонезийцев, южноафриканцев, индийцев, с тем, чтобы их как-то изменить их позицию. Потому что, в общем, есть очень хороший пример в этом отношении роли и значения Си Цзиньпина. Это был сначала саммит Асиан в Сингапуре, это было два года назад, три года назад, по-моему, да. И в этом Сингапуре там обвиняли китайцев, и вообще было что-то ужасное. А после этого они отправились на восточно-азиатский саммит в Попу-Новой Гвине и жили там на корабле. И туда приехал Си Цзиньпин, то есть там был Ли Ки Цзинь, а Си Цзиньпин приехал уже туда. И чем все закончилось? Когда пытались они принять антикитайское коммунике, люди из охраны Си Цзиньпина приехали в это место, где там все это готовилось. И там был совершенно скандал, чуть ли не... Вот, и на этом все закончилось. А президент Попу-Новой Гвине сказал, вы знаете, когда два тигра тут находятся, я вообще не знаю, какой коммунике мы можем принимать. То есть если в Сингапуре китайцы как бы выслушивали все вот эти вот обвинения, которые там неслись от американцев по полной программе, то в Попу-Новой Гвине и на этой корабле, где они все там были, была совершенно другая китайская позиция. Очень жесткая, очень радикальная, никаких, так сказать, антикитайских... Дмитрий Валентинович, ну успокой меня, война-то будет. Ну то есть, ну нам-то как хорошо, вот сейчас Китай, Тайвань... Ну и острова, вот, и заявили о том, что, в общем, эти острова, это реально, так сказать, обладают неким международным правом, там, 12 миль, 200 миль и так далее, и так далее. Американцы отказываются с этим соглашаться и посылают корабли, которые идут в эти запретные зоны, фактически под дулами пушек китайских. И в любой момент, любая какая-то, так сказать, нестыковка может вызвать очень серьезный конфликт. Да, там были и вообще ситуации, когда шел какой-то американец, американский корабль, появлялся китайский эсминец, который шел на таран, после этого американцы резко сворачивали, уходили куда-то в бок, а потом писали, что китайцы очень непрофессионально, так сказать, водят свои корабли. Профессионально и небезопасно. Да. Но я хочу сказать о другом, что сейчас там происходят очень важные и очень интересные события, которые как раз показывают, насколько Соединенные Штаты против нас и против Китая действуют на всех фронтах, не только в Европе. Сейчас там прошел саммит Асиан. Параллельно на этих полях прошел саммит Асиан США и Асиан Китай. Туда приехала Камала Харрис, причем интересно, вначале она ехала и говорила, что Украина, там она будет убеждать, чтобы страны Асиан присоединились к санкциям. Она приехала, переобулась, мы видим, мы видим прямо в самолете, и сказала, нет, 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 главная проблема это у нас Мьянма. Мы будем обсуждать Мьянму, вот режим, демократию, план ООН, план Асиановский, который мы полностью поддерживаем, естественно, и вообще целиком мы полностью поддерживаем. В этом плане очень интересно вот это вот некое изменение и гибкость определенная американская, которую просто надо учитывать, потому что вначале они просто, вот когда это было в Вашингтоне, потом это было в Пнумпене в конце 22-го года, они просто их вызывали и говорили, вот вы должны сделать то-то, то-то и то-то. Мы вот, так сказать, если этого не сделаете, вам будет очень плохо. Асиановцы не могут этого сделать по одной простой причине, потому что ключевая линия Асиан – это балансирование между Китаем и Соединенными Штатами. И если они завтра, так сказать, перейдут на американскую сторону, это будут несчастливыми проблемами и в экономике, и в политике, и в социальной сфере, и в китайской деятельности. То есть Китай – это коренное, так сказать, имеет очень серьезные связи, контакты и влияние во всем этом регионе. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем вдячны за поддержку нашей работы на Patreon или других сручных платформах. Реквизиты в описании к видео. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...